друзья мы на александровской площади что-то неудачное приехал сюда хотел вам фонтаны показать гром махает гром срывается дождик тем не менее что-нибудь да я вам покажу в общем все начинают разбегаться давайте фонтаны посмотрим фонтаны включили у нас еще 1 мая и всегда у меня получается сюда приехать так это вот выходим на улицу булкина вот фонтаны наши мы с вами здесь уже были конечно ангел наш хранитель города ставрополя ну давайте пройдем посмотрим так и удачно я приехал давайте быстро вам фонтаны покажу в общем не выбрал неудачное время для съемки вот фонтанчики наш это конечно торпе карла маркс водичка какая чистая смотрите друзья какая красота то все крым показывает а наш город не хуже любого крыма вот на гитаре парень играет дождь намочит дождь намочит вы будешь собираться ну давайте сюда вот пройдем ну так друзья какое впечатление нормально сделано да почти маленькая швейцария вот ветер то дует друзья ветерок сегодня ты что такое ставрополь без ветра да скользко вот еще фонтан вот такой вид красивый друзья вообще тут я вам так скажу как старожилы этого города что здесь были здесь значит нас вот я ангел прямо это у нас был здесь кинотеатр экрана это вот была улица коминтерна а вот примерно где галерея у нас это галерея это здесь короче у нас был охотничий магазин около экрана тоже такой был у нас небольшой водоемчик вот фонтан был или нет друзья не помню давно это было и были здесь такие коммуналки деревянные дома а вот сейчас вот такие вот прекрасные дома здесь построили прекрасное место просто я почему знаю друзья после армии просто с девушкой встречался я не знал что у нас есть деревянные дома наверное спрятать спрятаться надо куда-нибудь в общем я ее проводил огромный я ее проводил и горе елки-палки я не помню как ее звали корсавира ее звали вервер как вы здесь живете да дождь пошел наверно куда-то мы в другое место спрячемся сейчас с вами а вот под навес так на быстрее и не думаю что он долго будет этот дождь друзья но тем не менее спрятаться то нам надо вот сюда под навес вот пошел дождь проходите проходите пожалуйста я отсюда стану здесь просто подъезд номер один ну давайте вот посмотрим хотя бы вот такой обзор фонтан у нас работает друзья красиво вот впереди у нас амин хранитель города ставрополь прямо там вот за этим зданием друзья у нас находится улица кавалерийская по ней мы вниз спускаемся и мы конечно попадаем с вами на комсомольское озеро ну для этого конечно нам надо пройти по улице дзержинского и сразу бы поворачиваем направо в общем мы там были друзья с вами не знаю понравилось вам комсомольское наше озеро или нет я думаю еще в лучшую сторону облагородят во всяком случае она находится у нас в центре города ставрополя ну вот так неудачно мы сегодня приехали друзья попали просто под дождь придется нам с вами чуть-чуть здесь подождать в общем такое здесь красивейшее место сделали я люблю город старых ничего не любить хороший уютный такой городок говорят сонный город кавказа пусть даже будет так я не против не знаю сколько нам придется здесь стоять друзья но тем не менее придется все таки подождать в общем ничего там такое даже я не обещала нам что дождь будет кстати но с утра было солнышко потом да правда были тучки и вот сейчас вы видите пошел дождик а я люблю когда дождь идет вот честно вам скажу люблю когда дождь идет обожаю если бы не было камеры просто подожди пошел вот наши фонтаны сейчас у нас время кстати 13 часов 32 минуты сегодня у нас 25 мая друзья в общем что чуть-чуть остается 6 дней и будет начало лета уже летом уже конечно у нас будут путешествия совершенно другие вообще 1 июня 30 мая или 1 июня я стараюсь выехать поселок городского типа солнечного вон пацаны подержать там у нас находится Новотролицкое водохранилище уже куда я друзья конечно ну сколько я бываю ну раз 8 я бываю наверное за летний период в общем то конечно большую часть даже занимают у меня и морские такие путешествия куда я стараюсь конечно выехать прихватил дождик и спешат удачно еще под навесик попали все побежали горожане сегодня что у нас суббота друзья вот такой дождик нас застал в общем хотелось что конечно вам показать сегодня друзья ух ты вот прямо вон там видите троллейбус пошел это у нас улица Советская там вот ансамбль зданий у нас присутственных мест где мы с вами были да дождь усиливается там мы с вами проходили а сегодня просто по улице даже вот сюда ну не надо наверно перейти по улице октябрьской революции хотел пройти и соответственно центральный парк ну вот наверно сегодня ничего не получится и я думаю что просто нам надо убегать домой ну ничего не предвещало поэтому зонтика у меня конечно собой нету смотрите какой дождь самое главное чтобы града не было в это время у нас друзья просто град бывает он уже у нас был кстати недавно в общем друзья вы спрашивали когда у меня начнутся такие морские путешествия ну начнутся они конечно чуть позже где-то в июне месяца если конечно дадут мне отпуск и вообще что там сейчас делать на море я считаю что там сейчас делать просто нечего ну если конечно отпуск выпал на май месяц конечно можно поехать на море ну на море поехать надо там поплавать а вода там сейчас холодная 13 градусов цельсия я считаю что там делать нечего ну в общем планов много ну возможно что мы побываем в городе Сочи ну в Лазаревском обязательно друзья побываю а потом уже конечно поедем в республику в Крым ну вот дождик всех разогнал смотрите да нормально дождь с ветром ну а хорошо у кого есть зонтик во всяком случае хотя бы навес меня спасает вот молния дождь будет продолжаться ну вот почему я это время люблю потому что озон ой дышится легко но с дождиком нормально можно конечно ну и ничего не получается снять но тем не менее давайте подойдем дождик а потом я продолжу съемку друзья прямо такой настоящий источнический дождик у нас да этот навес не сильно меня спасает сейчас спина у меня уже мокрая потому что порывы ветра идут неважно слышите да? ну вообще-то начинает прояснение я думаю что скоро он уже закончится так что у нас со временем визод скидва наверно не собирается прекращаться вот такая сегодня вот друзья у нас прогулочка по городу Старопли хотел вам показать фонтаны ну в принципе что фонтаны я вам показал это вот у нас проспект Рава Маркса ну а соответственно там у нас Александровская площадь интересно туда можно зайти где девушка стоит может мы туда зайдем да спрячемся сейчас мы туда пройдем спрячемся так все друзья посветлело не буду я ждать пока кончится дождь если чуть капли будут я думаю ничего страшного в общем дождь такой недолгий был ну хотя смотрите сколько 13 часов 48 минут я люблю тебя Ставрополь я люблю тебя Ставрополь вот друзья вот там ограбление у нас было о котором хотел вам рассказать ну наверно не сегодня да вот такая у нас погодка сегодня не очень хорошая конечно но тем не менее друзья дождь смоет все дорожки грязные будет город чистенький хотя город у нас всегда чистый все это дело у нас своевременно делается и дороги делаются латочный ремонт с самой весны начинается потом у нас убирается спецмашины ходят моют город подметают в общем я конечно в спортивной униформе потому что у меня была просто пробежка так ну вот проспект октябрьской революции друзья соответственно налево у нас крепостная гора но мы налево сегодня не пойдем потому что конечно конечно я пойду пешком друзья а как еще проспект Арламарсов туда вниз продолжается давайте вот вверх сюда поднимемся я пойду по улице Дзержинского это торговый дом Анастасия у нас все видите уложена плиточка у нас красиво хорошо хаусбургер это вообще вот друзья вот это у нас дом офицеров вот это здание это дом офицеров первоначально это был первый театр который открылся на Кавказе вот кстати вот она табличка здание первого русского театра на Кавказе построен в 1845 году и вот собственно говоря проспект октябрьской революции назван в честь победы великая октябрьская статистическая революция 7 ноября 25 октября 17 года ну это наша история друзья от нее никуда не денешься вот дом офицеров старопольского гарнизона ну сейчас дождь вообще закончится а это такой коротковременный дождик так что ничего страшного здесь нет это у нас здание ФСБ и потом милиции это конечно у нас улица Дзержинского вот прямо друзья если бы мы прошли вот буквально туда чуть-чуть это значит у нас уже центральный парк ну видимо не суждено сегодня нам там с вами побывать а это газ трансгаз Ставрополь конечно ну давайте по улице Дзержинского пройдем вот аптека вот знаменитая аптека Байгера в общем все мое детство юношские годы да и потом такие можно сказать взрослые годы конечно прошли здесь вот в центре города это не было этих больших таких районов потом юго-западный уже потом стал это вообще вот здесь был трампут раньше ну сейчас мы с вами чуть пройдем друзья здесь сумму нас будет и соответственно дальше у нас будет так называемый пьяный угол музей право и прозрителево это вот кривой эндокрилогический диспансер это вот объект культурного наследия памятник истории культуры оригинального значения усадьба Панова особняк охраняется государством это вот континент вот наш ЦУМ это вот там мы с вами кстати друзья были вот какое просветление м-видео электроника и вот наш ЦУМ а мы с вами вперед пройдем по улице Дзержинского кстати что я могу друзья сказать что вот так сегодня мы неудачно сюда попали в стекле и